Задает Сергей Петров. Это второй очень интересный вопрос. 5 лет на вечном курсе без ХГЧ. Реально ли восстановиться после такого? Возраст 35 лет. Этот вопрос идет как бы логическим продолжением предыдущего. И здесь будет такое же логическое продолжение в ответе. Когда человек использовал курс, коротко, он нанес себе определенный вред работе своих яичек. Но когда человек находится на курсе очень-очень долго, в таком случае идет сильная атрофия тестикул. И, как правило, после очень длительных курсов изначальное соотношение ЛГ к тестостерону очень сильно меняется в сторону падения общего тестостерона. Это мы видим из-за снижения эффективности работы яичек. Можно ли восстановиться? Можно. Но вопрос заключается в том, что мы подразумеваем под словом восстановиться. Если у человека был уровень тестостерона 30 наномоль, и после того, как мы сделали после курсовой терапии, у него уровень ЛГ8, а общий тестостерон 10 наномоль. Восстановились ли мы? Ну, частично да. При таком уровне тестостерона можно жить, видите, у человека есть какой-то определенный уровень экзогенного, эндогенного тестостерона, ему не надо вводить экзогенный тестостерон. Поэтому восстановились ли мы? Да. Но при этом мы понимаем, что уровень тестостерона относительно изначального в три раза ниже, чем он был. Но восстановление прошло. У многих людей, которые сидят на курсах по 5 лет, по 3 года, может быть даже по 7-10 лет, чаще всего у них нету изначальных анализов. И когда ко мне человек обращается, к примеру, с такой просьбой, как восстановиться после 3-5-летнего курса, я всегда с ним обсуждаю вот этот вот момент в виде того, что мы будем подразумевать под тем, что мы восстановились, если у человека нету изначальных анализов. Поэтому чаще всего восстановиться можно. Но можно поделить восстановление на три разных завершения. Завершение первое. Это люди, которым очень сильно повезло, и у них уровень тестостерона остался адекватный. Адекватный в районе 20 свободного, это плюс-минус 20 общий, 20 ГСПГ, либо 30 общий, 20-35 ГСПГ. В общем, хорошие какие-то значения. Мы понимаем, что человек восстановился, ему ничего не нужно делать. Повезло. Вторая категория людей, которые восстановились после длительного курса, но в то же время, для того, чтобы иметь адекватный уровень тестостерона, им необходимо оставаться на поддерживающей терапии. У него может быть такой же хороший уровень тестостерона, как и у первых людей, но только при приёме определённых препаратов. Там кламифена для терапии на ХГЧ. И третья категория людей, которые после восстановления не имеют адекватного уровня тестостерона. И с одной стороны, мы что-то восстановили, но с другой стороны, мы понимаем, что даже при приёме препаратов уровень тестостерона такой, что у человека всё равно есть прямые предпосылки к тому, чтобы начинать гормонозаместительную терапию. Но иногда необходимо восстановиться под зачатие. И очень низкого уровня тестостерона, но достаточного для зачатия. Бывает достаточно, чтобы человек сделал зачатие, а потом мы уже размышляли над дальнейшими перспективами. Или переходить на гормонозаместительную терапию, или продолжать терапию по повышению тестостерона с возможностью какой-то дальнейшей перспективы на восстановление тестостерона. Поэтому вот такой вот ответ. Восстановление, понятие растяжимое. Вопрос.